довисает народе приветствую добрый вечер добрый вечер как с вами ну как на курорте типа нет да в общем море плещет чайки курлы пока шел сезон летнее тепло водичка тепло и все нормально а вы где-то на этом курорте отдыхайте не живу тут живу море на что интересно сегодня еще чего общайтесь а сегодня давно события как бы слушать да были вы же как взрослый дядька знаете украину символизирует какое животное животное сокол вот смотрите вот это пикирующий сокол но такая по некоторой версии вот это вот пикирующий сокол да ну в принципе если развернуть ну да ну как вот так он и пикирую а я так понимаю россия с медведем как-то ассоции вот украина просто я вот читал в википедии смотрел не могу найти с чем ну вот с каким животным украина соколом она соколом так ну так россия понимать она ассоциируется с медведем это так сказать очень такое животное которое поддается очень хорошо дрессировки за конфетку она будет танцевать цирке бариню на балалайке там играть на велосипеде кататься вот не заставишь там того же волка лисицу там этого зайца нет вот именно медведь он так сказать идет и танцует а еще говорят сибиряки что с медведя вкусные пельмешки вот так сказать употребляют еще употребляют еще в пищу еще его шкуру ну лучшем случае на стенку вот так прибивают бывает под ноги бросают его шкуру медведя животное очень пугливое несмотря на то что она огромная но если она есть вот инструкция да что если она к вам приближается и вам деваться некуда уже удирать вот вы просто можете слишком орать на всю глотку вот так как заорить они своим голосом она с перепугу может удрать кусты понимаете тем более если у вас там какая-то палка и будем говорить тазик какой-то можете так быть она боится шума очень это животное и еще одна его особенность что но питается мертвящина и вот значит медведь он кого-то забрал какой-нибудь там зверя будем говорить так и он его сразу хавать и он он не будет он его ложит вот какую-то ямку там загреб его накрыл валежником каким-то накрыл и придет он через пару дней и будет есть она он любит кушать с дужком вот когда уже труп начинает разлагаться вот медведь приходит любит он с дужком хавать ну вот такой же вот несмотря на этим все его качество я не знаю там положительное или отрицательное ну ваш так сказать в россии ведущая партия взяла его свой так сказать логотип значит как там называется единая россия и там вот этот медведь вот это все что можно сказать но сильный медведи что сильнее же медведь попала может сломать если попадется правильно же человек да но он понимаете как а слон он тоже еще сильнее медведя но его эксплуатируют вот сон слон он поддается хорошо дрессировки тягает вот эти вот бревна там но сейчас уже техника будем говорить там эти всякие экскаваторы катал перлеры а раньше ведь слонов использовали он брал вот эти набивни так переносил что-то но он несколько раз сильнее медведя если медведя он одной лапой слону так наступит и он его просто ну раздает потому что он несколько тонн весит так что так сказать сила ее главное направить в русло туда подрессировать и он этот огромный мишка будет танцевать значит бачим ушел и цена не сподобалася моя трактовка их него символу россии вот на банк все все хоккей вас что все хоккей вас да 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 как на курорте типа все нормально море море плящи чайки курлыщу все нормально все немного перемог сегодня мне немного немного пока что а какие основные победы улов пока что это не сильно то победа победа до победа значит вот в в донецке беспилотник подорвал склада гсм горючим где там 140 140 тысяч тонн горючего до взорвалась а то понимаете все же таки это не блокада ленинграда где там погибло от голода допустим там 800 тысяч а тут война есть война гибнут с двух сторон главное главное чтобы да раз люди гибнут значит война главное что освещать это вот он говорить вы узнаете из наших средств информации что у нас погиб человек там гибнут может и больше даже с той стороны никто не освещает никто не освещает плохо что не освещают хорошо вот смотрите да вот слушаю сейчас вот ваш президент зеленский говорит у нас в борьбе за независимость погибло 14000 там украинцев да да смотрите мне такая какой-то диссонанс возникает 14000 украинцев погибло да но но смотри это же погибло с обоих сторон где-то 6 или 7000 погибло как боевиков лнр днр оттуда и остальные погибли пополам примерно они что же за база независимость погибли считает или как да я еще раз вам говорю что нам данные по погибшим значит там боевиков поскольку они получают российское вооружение российские боеприпасы российскими рублями им платят и вообще не имеют российское гражданство поэтому нам неизвестно потому что путин засекретил потери мирное время мы не знаем вот эта цифра 14 она не уходит нам засекречена там мы не знаем это чисто которая тут рассекречена на нашей части вот здесь где которые погибли люди там пока что мы там не знаю я думаю будет проведена эксгумация все будет расследовано мы знаем прекрасно что едут гробы туда едут гробы туда в россию и всем известны эти места захоронений вы можете поехать допустим допустим вы можете допустим поехать можете поехать так сказать в подмосковье сергиев посад там есть огромная мемориальная доска на территории этого монастыря есть огромная мемориальная доска где там написано погибшим при штурме донецкого аэропорта вам своих не интересно что гибнут ваши граждане наоборот интересно смотрите давайте вы знаете я вам могу перечислить кто там у вас гибнет те которые винутики мне не сподобало добрый вечер добрый вечер добрый вечер как вы поживаете ну кратко как на курорте где-то так это здорово тогда рад за вас откуда будете да тут одесская область коблево одесская область понятно я сергиев посадок меня сава зовут да очень приятно вы как бы это не священнослужители случайно да священнослужители интересно там вот есть у вас в сериевом посаде свято-сергиевский монастырь да да про сервис лавра 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 вот и там на территории этой лавры есть мемориальная доска не видели погибшим вашим соотечественникам на донбассе я видя там человек 30 или 40 вот имена имена может быть на территории города где то есть но территории лавры точно нет нету да как же вот это видео здесь вот есть зафиксировано что на территории лавры открыли значит вот вот это вот мемориальная доску я даже сейчас вот в интернет зайду посмотрю ну я даже так точно могу сказать что там священники еще так сказать осветили это все дело есть мемориальная доска свято-сергиевский монастырь сейчас одну секунду да вот мне интересно мы должны знать как это такое нет они на территории лавры а где это в четырнадцатом году 26 мая была установлена мемориальная доска на территории храма корсунской иконы божьей матери но там же у вас всерьез масса ли но это в городе да на окраине города да есть храм такой да на территории храма езда доска и там как вы считаете они вообще за правое дело там вот на территории украины сложили головы свои вообще да это добровольцы были то есть люди это не военные вооруженных сил это люди которые вот обычные хотели ехали вступали в ополчение воевали понимаете они на данный момент они может быть не были на службе но они все-таки получили военное образование там в россии нет не обязательно а где же они стрелять научились они же были все таки воинами запаса резервистами вы в военкомате не числитесь нигде на учете не стоите я стою на учете я не знаю с этими людьми не знаком а я навряд ли можно может быть они даже не годные были к военной службе это вполне возможно я вам скажу что как бы у меня есть близкий друг тоже воевал на луганщине вот четырнадцатом году он осенью да он осенью скон на кубани там жил он уехал воевать туда но он как он был медик вот ну самым по образованию сам медик был вот он в армии даже не служил бедняга вот в армии не служил сам до этого срочную службу но как бы видя то что там происходит уехал и я говорю о том что он не был там военнослужащим и раньше он не учился стрелять он поехал и вот так сказать свой талант врача использовал там но понимаете как ни странно в армии нужны и медики и повара и радисты и и стрелки и снайпера понимаете поэтому вот эти вот ребята все они все таки стояли на учета военкомата проходили проходили да-да-да-да-да вот они навряд ли те которые не водные какие-то инвалиды без рук без ног там косые и слепые человек может например быть там с последней степенью плоскостопий быть негодным к военной службе, то есть к срочной службе, он мог срочную службу не служить, но видя то, что происходит на Донбассе, он мог поехать, вступить в оболчение, и там его без проблем приняли бы, и он, так сказать, вот принял дело своей совести. Я понял, я больше чем уверен, они физически были здоровы, там не было у них плоскоступия, там все нормально, видно с головой, вот там, да, проблемы были, вот там проблемы были. Почему вы так думаете? Какие проблемы с головой могут быть у человека, который приехал защищать людей, на чьи дома падают бомбы? Бомбы падали, да? Конечно, ну у меня у друга дом родителей разбомбили. Где это, где, в каком городе? В Донецке, прямо в самом городе Донецке, прямо на окраине Донецка его дом разбомбили минометы украинской армии. Ага. Ну, понимаете, вот эти вот, которые там были, ребята, которые пришли из России, вот которые, вы говорите, больные там, негожие, да. Они что-то прятались там между домами, понимаете, прятались зачем-то между домами. Вот выйти бы по-честному, по-честному бы вышли в чисто полюшко и сказали, мы вот богатыри такие, богатыри, будем мы сражаться, понимаешь, да. А так они-то вот не хотят, да. На мячах, на мячах, да. На мячах, да? На мячах, на мячах. А украинские... Так вот, они, понимаете, они не хотят выйти в чисто поле, прятались там между домами, понимаете, и поэтому нехорошее, нехорошее, да. Я, бля, а я вас, бля, а я вас плохо слышу, я вас плохо. Я вас, я вас плохо слышу, да, вот плохо вас слышу. Так что, скажите, пожалуйста, я вижу у вас там компьютер, вы говорите, под руками. Вот забейте там, погиб тоже. Здесь вот, на Донбассе Трундаев Евгений Валентинович. Вот, пожалуйста, забейте. Действующий офицер российской армии Трундаев Евгений Валентинович, понимаете. Вот в чем дело. Это уже... Это список, да, на бумажке, вы так подготовлены, да? Трундаев Евгений Валентинович, да. Вот, запишите Трундаев Евгений Валентинович. В Википедии там вам откроется, да, где ему там установлены памятники, в его школе там есть мемориальную доску прибили, что он герой, герой России, кстати, получил. Герой России там, вот в чем дело. Также во его училище, которое он закончил, Московское командное училище, он закончил, там установлен бюст его. Также в воинской части, где он служил, тоже установлен ему бюст, вот, в честь героя России. Вот так вот. Так что здесь уже спирать Трундаев, Трундаев Евгений Валентинович, уже тут спирать то, что он там больной, на голову, на ноги. Я не знаком с Трундаевым Евгением Валентиновичем, я не знаю. Там есть, есть там в Википедии его биография, где родился, когда закончил Московское высшее военное командное училище, все, да, возможно, все это, да. Так вот, понимаете, здесь вот рассказывают какие-то небылицы, что якобы кто-то куда-то пришел. Скажите, может вот ли, там есть какие-то воинские части российской армии, находятся, допустим, в Челябинске или в Хабаровске, допустим, какого, чего они туда приперлись, чего, чего они, народа они спрашивают, чего они туда приперлись, да. Куда, куда, куда? В Челябинск, в Хабаровск, вообще. Это чрезвычайная Российская Федерация. Вот, 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 молодец, да. Так вот, Донбасс это территория Украины, в чем даже Россия осознает это и признает, что Донбасс территория Украины. Поэтому кто-то там чего-то куда-то прийти, они не могут, не могут, да. Это наше государство, вы там вот занимаетесь Чечнёй, можете их, бомбили их Чечнёй, да, убили 300 тысяч людей, из них 40 тысяч детей. И за то, что, за то, что вы, 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 вы такой военнослужащий, вам, такого военнослужащему, остается вот сонтографировать вас с членом во рту. Нет, не удирайте. Пип утек, утек, скотина. Так, что такое, блядь? А, цей Пип меня, страйк меню кинул. Зараз я перейду на інший браузер. Рулетка уже працює. Треба рамочку мене зробить. О, украинский блогер. Здорово. Да, да, вы сразу спрятали, да? Почему я прячусь? Не прячусь. А-а. Чем мне прятаться? От кого? От вас? Ну, досаду. Раз, только макушка была видна. Ну, и так мне телефон получился. А-а. Ну, шо? О чем здесь беседуешь? Молодцом. Да, все о том же, как был. С россиянами, а о чем там? Все россиян. О чем с врагами беседуют? Как вы думаете? Враги? Да, да. А почему враги мы? А почему? У вас, кстати, Левада-центр проводили опрос. По-моему, весной, по-моему, это проводили. И навряд ли что изменилось. Но ваши граждане сказали, что на первом месте по враждебности традиционно США, а на втором Украина, а потом уже Британия. Украина? Да. Мы вроде с Украины не воюем, чтобы она была врождена. Вы что-то опять своим вот этим телефоном вводите. Не видно, что? Туда-сюда. Вас рукой дрожат или что вы не... Зафиксируйте его как-то? Телефон неудобно держать, лежит. Ну, шо же вы так? Да, вот так. Ты сидишь за компьютером. Ну, да. Купите там какие-то подставочки есть под телефон. Ну, постарались. Да, так... Шо вас интересует вообще? Мне? Да, в принципе, ничего. Ничего? Штат вас можно ожидать, что Россия враг, русские плохие. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Вот смотрите. Есть такая организация, Европейский суд по правам человека. Есть такая организация, Генеральная ассамблея организации объединенных наций. Они подтверждают своими резолюциями, что вы незаконно оккупировали часть территории моего государства. Значит, вы оккупанты. Крым? Крым, Крым, да. Поэтому, вот вы вражеское государство. А как, оккупанты могут быть друзьями или как-то? Не понимаю. Спросил бы у Крыма сначала, бы Крыма посоветовался, позвонил бы там крымчан, бы узнал бы. Что ты с русскими общаешься? Ну, позвоним, Крым узнай, кто там оккупант. Ты был в Крыму вообще сам? Да, вы были в Крыму? Да, был. Где вы там? Или что-то крымчане, никто не говорит, что оккупанты, мы русские. Говорят, говорят. Они, понимаете, не могут сказать, потому что у вас есть статья. Сейчас не могут сказать, что Крым-Украина не в Москве, не в Хабаровске, не в Крыму. Потому что у вас есть статья. Такая, что если будешь говорить о том, что, допустим... У нас свободы слова, Россия. У вас есть статья, по которой могут вас посадить. Какая статья? Кремлитарная? Которая, допустим, вы сказали, что Сахалин это Япония, допустим. Или сказали, что Кёнигсберг это Германия. Или сказали, что Крым это Украина. И вас вот могут посадить за агитацию. За агитацию. Понимаете? Ты обманываешь. Нет, я не обманываю. Я сейчас пойду, буду кучать, что Крым это Украина. Что меня посадят, что? Да. Да? Да. Ты обманываешь. Нет, не обманываешь. У нас свободу слова. Что хочу, то и говорю. Нет, не свобода у вас слова. Например, у вас дали срок человеку за репост ансамбля Рамштайна. Не слышал, не знаю. Ну, от того, что вы не слышали, и от того, что вы не знаете законов своих. Это, так сказать, вас не освобождает, вас не освобождает, вас не освобождает, вас ответственность не освобождает. Да, это ведь. Понимаете, да? За репост. Какой репост? Какой репост? За репост группы Рамштайн. Ну, что он там написал? Ничего не написал? Ничего не написал. Репост и все. Вы знаете, что такое репост? Знаю, конечно. Вот вы где-то нашли песню группы Рамштайн. Рамштайн. Да, взяли ее и запостили у себя на ленту в Одноклассниках или ВКонтакте. Ну, ты обманываешь, ты обманываешь. Обманываю, да? За репост Рамштайн человек посадили? Да. Да? Да, да, да. Ой, страна идиотов. Понимаешь, да, да, понимаешь? Да, да, да. Тебе самому не стыдно? Не буду листи. Нет, у тебя руки уже дрожат, успокойся только. Я сейчас начну... А то я сейчас начну факты приводить. У тебя вообще вот так вот будет телефон. Твой вот так вот будет телепаться весь. Вот смотри, у меня же ведь тоже есть вот все. Ну, я же... Им не дрожат у меня руки, понимаете? Вот все нормально вроде. У вас там что-то... Какие-то проблемы, да? Смотрите, BBC сообщает. Вот, видите? Вот, BBC. В Архангельске... Вот, что здесь пишут? В Архангельске бывший координатор штаба Навального получил два с половиной года колонии за клип Рамштайн. Вот, пожалуйста. Вот он он, красавец. Вот он, видите? Вот он такой парень, смотрите, чем-то даже на вас похож. Такой ваш соотечественник, россиянин. Ну и что дальше? А, ну все, до свидания. До свидания. До свидания. Шановні друзі, ви дивилися на ризку зі стримів. Аби дивитися стрими цілком без наризки і купюр, будь ласка, підпишіться на Патреон. Посилання на Патреон під всіма відео і стримами. Підтримайте наш канал вподобайками, коментарями, тисніть на дзвіночок, а також розповсюджуйте мої ролики в соцмережах. Підпишіться на всі мої канали, адже час від часу мені доводиться змінювати місце стримів та дислокації з метою безпеки, адже дуже багато росіян незадоволені моїм контентом і кидають страйки. Наші гасла «Борітеся, поборете! Героям слава, смерть ворогам!» Понад усе, від Сяну до Дону, на Гиляку!